В эфире РБК ОФА. Мы вещаем из отеля Шаратонги. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот главные региональные новости к этому часу. Послабление для нефтедобытчиков. Минфин региона предлагает стимулировать обновление основных фондов предприятий налоговыми льготами. Социальная цена. В республике утвердили стоимость жилья для расчета субсидий. И рост закредитованности жители Башкортостана снова увеличили объем микрозаймов. По этому показателю регион стабильно на первом месте по России. Региональный Минфин предлагает стимулировать капиталовложение в обновление основных фондов нефтедобывающих предприятий республики, предоставив им налоговые льготы. Инициативу обсудили на заседании комитета госсобрания Башкортостана. Авторы закона проекта предлагают установить послабление в размере 50% от налога на имущество организации для вновь созданного и приобретенного имущества. Оно должно быть введено в эксплуатацию после 1 января 2017 года. При этом необходимо обеспечить миллиард рублей инвестиций в производство в течение года и увеличить налоговую базу не менее чем на 5%. Срок действия льготы 3 года. Выпадающие доходы бюджета планируют компенсировать дополнительными поступлениями от налогов на имущество и доходы физлиц. В настоящее время по данным Башнедр лицензии на геологическое изучение разведку и добычу нефти в республике имеют 14 предприятий. Представление льготы данным предприятиям будет способствовать увеличению добычи на старых истощенных нефтяных месторождениях до разведки ранее открытых нефтяных залежей и следовательно сохранение действующих и создание новых рабочих мест. Выпадающие доходы бюджета на 2017-2019 годы по налогов на имущество составят около 300 миллионов рублей ежегодно. Региональные власти утвердили среднерыночную цену квадратного метра жилья для расчета субсидий по госпрограммам во втором квартале текущего года. Соответствующий приказ утвердил Госкомитет Республики по строительству и архитектуре. Самая высокая цена среди муниципалитетов республики по традиции в Уфе. Для расчета субсидий на покупку или строительство жилья молодым семьям цена квадратного метра 36 132 рубля или на 200 рублей больше, чем в первом квартале. Для других категорий граждан 37 200. На втором месте с аналогичным показателем Стерлитамак на третьем октябрьский 36 тысяч рублей. Среди всех городов республики наибольший рост отмечается в Межгорье, где цена субсидированного метра выросла почти на 4,5 тысяч рублей с 23 700 до 28. Сейчас переходим к информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро синхронно подорожали. Курс американской валюты вырос на 47 копеек. 57,57 европейская подорожала на 40 копеек. 62 рубля 72 копейки. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в Быстробанке и Уралкапиталбанке за 58,51 рубля, продажа в Банке Югра за 58,50. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в Быстробанке за 64,31 рубля, по продаже также в Банке Югра за 63,90. Вот мы уже затрагивали тему падения реальных доходов населения жителей нашего региона на 4%. И вот в продолжение темы объем займов жителей Башкортостана в микрофинансовых организациях по итогам первого квартала вырос на 6,5% до 7 миллиардов рублей. Это первый показатель по стране. На втором месте в топ-20 регионов лидеров расположилась Москва с объемом микрозаймов в 6 миллиардов рублей со снижением почти на 3%. На третьем месте Московская область с суммой займов в 5 миллиардов и снижением на 2%. Замыкают топ-20 Удмуртская республика и Вологодская область почти 2 миллиарда и рост на 16 и 14% соответственно. В целом по стране объем займов в МФО за первый квартал вырос на 7%. Это самый низкий показатель за два последних года. По мнению аналитиков Национального бюро кредитных историй, замедление роста микрозаймов связано прежде всего с тем, что большая часть клиентов МФО возвращается к банковским продуктам, а сами банки постепенно восстанавливают докризисный объем кредитования и снижают требования к заемщикам. На этом пока все. Оставайтесь с РБК.